Следующий, перенос строки и разделитель. Есть еще два таких одинарных тега, то есть предыдущие были у нас двойные, когда мы должны были открыть и закрыть. Сейчас мы посмотрим два одинарных, то есть которые не требуют закрывающих тегов. Они немножко даже по-другому оформляются. Значит, первый, br, по-английски line break, то есть от слова break, ну, разрыв строки или перенос строки, он так и переводится. Смотрите, как он оформляется, интересно. Одинарные теги, если они не требуют закрывающего тега, то они как бы сами себя закрывают. Идет у нас угловая скобка, дальше сам тег, br, пробел, дальше косая черта и закрывающая угловая скобка. Тоже запомните это, это очень важно. Это правило написания одинарных тегов. Большой ошибки не будет, если вы пропустите косую черту. Но лучше ее использовать, потому что, ну, это как бы как грамота, да? Грамотное написание HTML. И второй тег тоже одинарный, hr. Это от английских слов horizontal rule. Это горизонтальная линия. Тоже опять угловая скобка, hr, пробел, косая черта и угловая скобка. Давайте посмотрим на примере, как это выглядит. Смотрим с левой стороны HTML. p уже знакомый нам параграф, дальше идет текст, далее на второй строчке в конце br, то есть это перенос строки, далее идет снова текст и закрывается параграф. Смотрим, как это выглядит с правой стороны браузер. Видите, на том месте, где у нас стоит br, у нас произошел перенос строки. То есть следующее предложение спустилось вниз. Вот, собственно, так br и работает. Если вы поставите два br вместе, то получится еще один перенос, то есть получится еще и разрыв, как в параграфе. Поставите 3, еще будет больше. То есть в зависимости от того, сколько вам там нужно пространства, вы можете этими br тоже играться. Следующая вот строчка, смотрим, hr, да, как работает черта. С левой стороны у нас html tag, с правой стороны мы видим полосу горизонтальную, разделитель. И, ну, в конце просто дивы, это мы уже смотрели. Так, поставьте, пожалуйста, плюсики, всем ли сейчас понятно на этом этапе, потому что дальше сейчас будет сложнее. Все ли запомнили, все ли скачали, всем ли понятно. Ага, хорошо, замечательно. Ну, по ходу пишите, если кому-то что-то непонятно, мы будем это сразу же уточнять, чтобы у вас не осталось пробелов. Идем дальше.